МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Пластатый беспредел». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы давно их ждали. Вы мечтали их увидеть? Вы хотели их обнять в столь холодную зиму? Этот выпуск посвящен породе Мейнфун. Самый большой и теплый из домашних кошек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой обычной квартире столько породистых кошек, что их сложно сосчитать. Ими управляют сразу два хозяина. Первый глава семьи Борис Ценин, а второй лидер кошачьего прайда Дракоша, кот породы Мейнкун. Мой отец, когда приходит, он Дракошу нашего зовет полковником. То есть наводит порядок в доме. И это не случайно, ведь именно с Дракоши началась история питомника Мейнкунов со сказочным названием Лукошкина. Питомник у нас первый в Рязани. Тогда, более 10 лет назад, в нашем городе не было представителей этой породы. Кота первооткрывателя привезли из Чехии. Его имя в переводе на русский язык звучало как Стрела Амура. Но пока он добрался до нашего дома, он превратился уже в Дракошу. Каждому уважающему себя Дракону нужна принцесса. Так появилась Шанишка. Из того же питомника потом приехала вот эта девочка. Ей сейчас 9,5 лет. После двух Мейнкунов появилась идея зарегистрировать питомник. Да и время было подходящее. Это еще совпало с тем, как у нас из дома выезжали наши дети. Сначала дочь вышла замуж, потом сын стал жить отдельно. И Чита Цениных нашла себе новое увлечение, греющее душу и не только. Коты нам заполнили как бы наше жизненное пространство, как дети, как члены семьи для нас. За дело принялись с энтузиазмом, которому нам всем можно у них поучиться. Начали изучать стандарт породы, ездили на различные курсы в Москву. Создали собственный клуб любителей кошек в Рязани и даже начали сами устраивать обучающие курсы и выставки. Питомник Лукошкина стал известен по всей России. В нем родилось уже много Мейнкунов с отличными породными данными. Значит, одна из характерных таких черт Мейнкунов – это прямые линии везде. По линии подбородка и носа вот этот переход такой прямой почти. Еще один часто используемый по отношению к Мейнкунам термин – коробочка. Такой крутой переход между щеками и самой мордочкой. Вот чем шире эта коробочка, тем кунястее. Кроме того, эксперты смотрят на правильно выступающий подбородок, размер и постав ушей. То есть вот на каком расстоянии они стоят, как они на голове расположены. Сейчас порода Мейнкун становится широко известной в России. Но вместе с тем появляется большое количество мифов, связанных с этими кошками. Попробуем их разрушить. Легенды такие ходят, что Мейнкуны там по 15 килограмм, по 20 килограмм, чего только не придумывают. На самом деле в среднем куны весят 7-9 килограмм. Причина этой легенды очень простая. Когда Мейнкуны только появились в России, стали переводить так называемый стандарт описания породы. А там по-английски было написано 15-16 фунтов. И фунты неправильно перевели в килограммы. Я верю в 11 килограмм такого толстенького котика хорошего, да? Но 15 это никак не может быть. Самый тяжелый кот в Лукошке на сегодняшний день – сэр Белефаро. Он сейчас где-то в районе 9-9,5 килограмм. Что ж, попробуем его поднять. Мейнкуны были выведены около 150 лет назад в Северной Америке. Там они жили на фермах и боролись с грызунами. Миф номер три. Мейнкуны злые. Да, он страшно агрессивный такой вот. Жутко агрессивный прям. Однако выражение мордочки у них действительно суровое. Этот сердитый взгляд даже имеет свое название. Уайт лук – дикий взгляд. На самом деле он сформирован просто внешним видом, но никак не связан с характером. Миф четвертый. Мяуканье кунов настолько музыкальное, что напоминает американский фолк. Не верите? Тогда послушайте. Миф пятый. Мейнкуны пьют воду из лапы. Говорят, что этот факт связан с их лесным прошлым. На природе, прежде чем попить, мейнкуны лапами убирали с воды листья. Как вы уже поняли, куны совсем не агрессивные, а забавные и дружелюбные. Это кошки-компаньоны, которые постоянно находятся рядом, которые интересуются, чем занимается хозяин. Вам так понравились эти роскошные коты, что вы решили завести такого же? Тогда вам нужно знать пару нюансов. Кушают они хорошо, как большая кошка. Борис советует подбирать специализированные корма для породы мейнкун. Сразу нужно брать самый большой горшок, какой только найдете. С высокими бортами или в виде домика. Домик тоже желательно такой повыше, чтобы все-таки эти длинные ребята там умещались. Кроме того, следует укрепить окна сетками или решетками. Падение с высоты для таких крупных животных смертельно опасно. А риск есть всегда, ведь куны очень любят охотиться на птиц и играть. Что ты учил в школе, дорогой мальчик? Да, вам не показалось. В питомнике Лукошкина живут не только мейнкуны. Вторая порода – это норвежская лесная кошка. Первое основное отличие мейнкунов и норвегов – это по форме головы, по форме морды. У норвегов это везде треугольники. Спереди смотрите этот треугольник, сверху смотрите этот треугольник, сбоку тоже прямая переносится абсолютно. Тут никакого перехода уже нет. У норвегов более равномерное распределение шерсти. И на ощупь она намного мягче. Длина подшерсток практически равняется длине остевого волоса. И поэтому им более нежные, кажется. Эти кошки более энергичные и быстрые. У них другая динамика. И, значит, нельзя говорить там об интеллектуальности, а скорее они более разнообразны в своем поведении. Когда Борис рассказывает о своих питомцах, с его лица не сходит улыбка. Большую радость ему приносит и победы кошек на выставках. Вот это вот одни из тех кубков, которыми мы больше всего гордимся, потому что мы участвовали в крупнейших выставках в России, в том числе Содружество, Гран-при, Роял Кани. И на этих выставках занимали призовые места. В этом месяце им тоже предстоит путешествие на выставку во Владимир. А мы перемещаемся в другую квартиру к молодому поколению мейн-кунов из Лукошкина. За этими шалунами ухаживает Ирина. Здесь живет и несколько котов-производителей. Горд с питомником. Это Панцерваген его зовут. В переводе с немецкого – броневичок. Такую кличку мы ему дали, когда он родился. Он был самый крупный, мощный котенок в помете. На данный момент коту два года. У него уже есть детки. Характер изумительный, ласковый. Это наш сыночек. Он абсолютно кот, лишён агрессии. Лидер в этом кошачьем прайде – мама броневичка Аврора. Она, подобно дракоши, с которым мы уже знакомы, стоит на страже порядка. Следит, чтобы в этой квартире всегда царила особая, тёплая кошачья атмосфера. Посмотрите в его глаза. Они таят ещё немало загадок. Например, о предках Майкуна. Жила-была в американском штате Мэн на ферме одна обыкновенная кошка. Как-то раз она пошла на охоту, увидела его и влюбилась. Её избранником стал пушистый, полосатый, с огромным хвостом енот. Так и произошла порода Майкун. Вы поверили? Нет. Это всего лишь одна из легенд, которые связаны с этими котами. Хотя действительно, название породы можно перевести как «мыйский енот». Да и хвост у этих животных знатный. Шутку его называют «хвост с котом на конце». Когда Майкун ложится на холодную землю, он оборачивает эту кипу шерсти вокруг себя. Так он защищается от холода. На сегодня наши коты и закончились. Будьте так же уличны своим делом, как герои нашей программы. Ну и любите котиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok